здравствуйте дорогие подписчики на канале youtube и конечно мои телезрители на канале афонтово очень рада что мы снова вместе и сегодняшняя тема это фасоль но только исключительного вида вот на моем столе ну как всегда есть и до пачки которые я уже купила потому что я выбираю семена с большим удовольствием и гораздо раньше чем вы это делаете у меня выбор всегда есть а вы тянете до последнего и потом в мае купите что останется я предпочитаю по-другому здесь представлены и желтые и коричневые шоколадницы и фиолетовые и просто зеленые и в полоску и в крапинку но у меня в руках совершенно необыкновенная фасоль и я вас хочу с ней познакомить и хочу чтобы вы ее запомнили это вигна одна из разновидностей фасоли чем отличается фасоль вигна от остальных это тоже спаржевая фасоль удивительное растение вообще фасоль удивительное растение но у этой фасоли у нее стручки как мы их называем до лопатки они могут достичь длины 1 метра и как правило это делают это ее стадия полного созревания метр вы себе представьте только сколько там фасолин у меня в руках два сорта этого вида фасоли red seed и black seed то есть красная и черная ну вот здесь в уголках видно семена ее да красные и черные чем она отличается от остальных они все вьющиеся вот это удивительное растение она достигает длины за лето ну если мы ее конечно посеем опять же в апреле да в теплицу да ну как я учила но вы молодцы вот если вы ее посеете в апреле то она у вас уже концу июня будет по два с лишним метра мало того что у нее очень гибкий основной стебель она дает очень много боковых отростков боковые отростки и основной стебель покрываются цветами бледно лиловыми одиночными которые собраны в большие кисти и представьте что выпасе посадили эту фасоль не на грядке до подставляя там колья невероятной высоты а посадили ее около беседок около скамеек около домика так чтобы занавесить окна она очень густая ну цветки не эффектные но само растение просто занавеска зеленая и потом когда начинают завязываться плоды и стремительно расти а вот когда они дорастут до 25 30 сантиметров это и называется состояние лопатки вот эта фасоль именно в таком состоянии такой длины стручков она очень вкусная очень нежная у нее нет пергаментного слоя то есть у нее нет жесткой части вы можете совершенно спокойно собирать вот уже вот кучами висящие вот эти вот лопатки эти стручки резать ее бланшировать и отправлять в морозилку либо консервировать вы что-нибудь вкуснее ели растительного белка чем стручки фасоли или молодых гороха или бобов вот фасоль-то как раз она необыкновенная стручка вот смотрите лук есть морковка есть до фасоль а стручки уже есть вы просто берете сковородку смазываете слегка маслом подсолнечным лучок припустили морковку припустили все с грядки нужно все свежие молодое и фасоль припустили чуть подсолите и ложечку сливок туда да вы просто язык проглотите а насколько это полезно растительный белок это вам не соя в конфетах шоколадных ага и в колбасе тоже это совсем другая пища поэтому собирая лопатки этой фасоли 25-30 сантиметров вы загрузите себе морозилку знаете почему одно растение фасоли дает до 5 килограмм зеленых стручков именно 25-30 сантиметров а вот когда они станут длинными у них вызовут семена вы можете эту фасоль которая уже в метровых стручка совершенно спокойно сушить и использовать во всех блюдах либо консервировать ее так как обычную фасоль ну как вам вигна понравилась я надеюсь что она вам очень понравится потому что имея в запасе в морозилке хотя бы 5 килограмм на зиму зеленой фасоли вы будете сыты и будете всегда здоровы всего вам доброго и до свидания а